Друзья, всем привет! Сегодня в телеграм-каналах и у меня, в частности, я размещал новости о том, что Джо Байден прибыл в Киев на встречу с Владимиром Зеленским. В эти же часы, в эти же моменты в городе, в Киеве и по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. И даже когда встречали Байдена, когда приехал его кортеж из аэропорта, то на фоне сирен воздушной тревоги, его встречали с телохранителями, куча народа была, куча машин. Вы можете наблюдать это сейчас у меня параллельно на видеозаписях. И мне интересно было бы почитать и узнать, что же они обсуждали с Владимиром Зеленским, какая была, так сказать, суть встречи. Значит, американский лидер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Соединенных Штатов Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Михайловском соборе в Киеве. И вот, друзья, у меня сразу возникает вопрос, когда я не хочу сейчас, чтобы вы подумали, что я на что-то намекаю или кого-то пытаюсь поссорить. Я вот сейчас, как бы сказать, отстраненно пытаюсь читать эту новость. Но, смотрите, если российские войска и российские снаряды попадают с точностью по объектам инфраструктуры, попадают туда, куда нужно для того, чтобы оградить, так сказать, поставки вооружений и так далее. Что им мешало сегодня также направить ракеты туда, куда нужно и, по сути, закрыть вопрос целиком. Но, видите, этого не происходит, потому что, видимо, есть какой-то определенный сценарий, есть какой-то определенный план того, что должно сейчас происходить сейчас, потом или через несколько лет. Поэтому никто никакие ракеты на соборы не пускает. И сейчас мы почитаем, что было дальше. Журналисты пишут, что Байден и Зеленский уже обсудили ряд вопросов. Во время встречи Байдена и Зеленского в городе звучала воздушная тревога. Сегодня, 20 февраля, воздушная тревога была объявлена не только в украинской столице, но и по всей республике, как вот я вам оговорил. Американский лидер пообещал Украине очередной пакет помощи. На этот раз 500 миллионов военной поддержки. В Белом доме указали, что Байден посещает Киев для переговоров с украинским коллегой. И вот у меня второй вопрос возникает. Каждую неделю, практически каждые две недели в телеграм-каналах проходят новости о том, что Байден дал миллиард долларов, дал 500 миллионов, дал еще 500 миллионов. Еще очередная военная помощь от него приходит. И у меня вопрос, а куда деваются все эти деньги? Неужели эти деньги так быстро уходят? Вот куда в итоге эти деньги деваются? Сейчас опять очередной пакет помощи. И почему бы просто не прилететь и сказать, ребят, давайте договоримся, встретимся и закончим уже все, что происходит, чтобы не гибли молодые ребята. Но идет опять нагнетание обстановки. Сегодня в Киеве я встречаюсь с президентом Зеленским и его командой для расширенного обсуждения нашей поддержки Украины. «Я объявлю в очередной поставке критически важного оборудования», – приводит Белый дом сообщение Байдена. Уточняется, что в пакет в пакет войдут артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения. Байден пообещал объявить вскоре о дополнительных санкциях против элит и компаний, которые пытаются уклониться от российско-военной машины. Ну, то есть, это вот очень богатые люди, чиновники, олигархи российские, которым он будет закрывать, так сказать, въезд в Америку или аннулировать их счета или еще что-то. Это, наверное, и артистов коснется, и музыкантов, певцов, у которых есть недвижимость за границей. Но посмотрим, что будет. Кстати, сегодняшний визит президента Штатов на Украину стал первым за последние 15 лет. И вот смотрите, не боится, да, сейчас такая сложная обстановка, сейчас такая сложная ситуация, в любой момент может что-то прилететь, а он не боится прилетать, встречаться, и все это так чинно, благородно, там фотографии такие все пышные, как будто ничего и не происходит, знаете. Перед этим украинскую столицу посетил Джордж Буш-младший. Это произошло в апреле 2008 года. Тогда он встретился с Виктором Ющенко. Ну, в общем, друзья, как вот я иногда замечаю, комментарии, да, которые вы пишете и вообще просто в соцсетях, что это все закончится не скоро. И, возможно, еще 2-3 года, возможно, 5 лет по некоторому, да, комментаторам какие-то, может быть, люди прям изучают плотно эту информацию. Я так глубоко не погружаюсь, но, тем не менее, я хочу, я, у меня всегда есть свое мнение насчет того, что все, что сейчас происходит, это чей-то план, может быть, чей-то некий такой умысел, да, может быть, даже не, как сказать, не руководители наших стран. Но кто-то все вот этот вот сценарий прописывает, потому что, я еще раз повторяюсь, можно было бы уже давно договориться, можно было бы сесть за стол переговоров. Сначала один человек не хочет договориться, потом другой не хочет, потом они уже оба не хотят. Третья сторона никак на это не влияет, ну, как западные страны или как Америка могли бы тоже уже сказать, да, что мы не будем ничего поставлять, давайте договаривайтесь уже, мы хотим закончить кровопролитие. Вот, когда сейчас какие-нибудь там вещи происходят в Израиле, в Палестине, там, и в секторе газа, об этом все молчат, как будто, знаете, это никому не интересно, всем интересно только, что сейчас происходит на территории, вот, Украины и России. Поэтому, друзья, все, конечно, очень запутано, но вот я всегда говорю, что самое страшное, что вот в этих больших дележках, что делят я, ну, делят, конечно же, ресурсы, делят, конечно же, деньги, да, вот эти вот бесконечные поставки, это же как кредит, который без конца идет, идет, идет кредитование. Потом там придется платить по счетам, а платить опять будет обычный простой народ. То есть сейчас обычный народ погибает, обычный народ сидит в мучениях, а обычный народ, как это правильно называется, страдает, а в итоге зарабатывают единицы. Я вот это вот всегда смотрю на это и делаю свои выводы. В общем, друзья, пишите ваши комментарии на этот счет, буду рад почитать. Всем пока, удачи и берегите себя.